всем привет дорогие друзья я отсутствовал достаточно большое количество времени так как у меня были небольшие трудности я сломал свой мобильный телефон ходил шестым айфоном который ничего не поддерживает практически не снимал видосов но пару звездов все-таки я снял вот первый за из городе воронеж там помешали погодные условия и у меня там один болтик отломился на натяжитель играет гонщики тут у нас вот этот вопрос я устранил быстро на следующий день я поехал на тесты показал результат 10 9 на минимальном пусть и до сотки 35 1206 и 3 но это такое время как бы для минимального пуста я думаю пойдет тачка квадратная аэродинамики нет и салоне был человек и газ был на 30 процентов на 70 процентов был газ нажат вот из-за того что был плохой зацеп у меня порвало обгонку второй передачи я там решил 18 густануть и у меня естественно все это дело забуксовал и включилась во время букс и порвало наглядный пример как делать нельзя нужно хорошая резина вот хороший зацеп все будет круто сегодня я буду снимать коробку и перебирать свою коробку менять обгонку второй передачи не повторять дорогой мой друг если ты считаешь что у меня много денег ты ошибаешься я бы тогда не мог все это делать гаража платил бы бабки мне все делали но мы сильные мы русские на коробку тоже под снята слегка очень тяжелая коробка ребят очень очень тяжело но она по крайней мере не там и теперь мы ее должны опустить кто мы я здесь один никого больше нет и вот вопрос как коробку выдвинуть сюда одному без помощи это очень сложный вопрос на который даже я не могу ответить но покажу результат через какое-то время ну так вот вы думаете денег у меня много нет у меня денег друзей у меня мало я бы мог дождаться мне бы приехали помогли но зачем терять драгоценное время время деньги что я сделал я задомкратил вот все и просто выдвинул вот решение проблемы моей сейчас мне нужно открутить до конца кардан поставить ну или опустить тачку выкатить тачку освободить место для разбора потихонечку начать разбирать я думаю можно постелить где-то здесь оборудовать светом и все самое драгоценное что у нас есть это не деньги этот голова которая позволяет работать не вкладывая как бы да вот то есть что-то можно сделать самому и все будет хорошо не тратить деньги на гуся не поднимать мотор сразу с коробка просто выдвинуть ее вот так вот все это делается строится очень тяжело долго но и результаты потом радует и ты понимаешь да я вложил мало средств сделал все своими руками и моя тачка теперь может ехать и я этим могу гордиться так как я не платил никому сделал все сам полностью сам своими руками пускай страшно но это едет и показывает всем примеры все тоже потом хотят собрать сами а я такой довольный потому что я ее все-таки снял и сейчас я вам ее покажу и немножечко помыл и разно вот она родимая коробочка это у меня после аварии ну собственно вот помыл была чумазая черная вся тут все ржавенько масло не был вообще не текло все четко первичек вращается начнем разбирать отсюда обгонка второй находится вот здесь то есть тут слишком дофига разбирать снять насос снять поддон снять гидроблок снять стопорные кольца здесь вынуть тормоза вынимается в первую очередь четвертая передача стопор 1 стопор 2 2 болта вынимается вот потом бобина это вынимается потом еще по моему тут стопор что ли есть или нет ну короче все вот это можно вынуть а вот еще стопор которым мы не трогаем вот и все там вынимаем я вчера собирал очень долго два часа вот этот узел потому что глубоко и неудобно было вот но ребята вам скажу так что залезть можно только если у вас есть коробка которую можно сломать вот например я забыл что здесь еще один болт я сломал эту часть но благо у меня такая штучка есть еще одна я могу себе позволить одну сломать вот так вот она выглядит ну ничего страшного всех бывают в жизни неудачи и на чем-то надо учиться хотя бы учиться на коробке которая не из гоночной тачки а просто есть на столе который можно разобрать и посмотреть вот а вот обгонка 2 передачи и она видите в одну сторону едет в другую не едет и вот в эту сторону происходит вращение то есть 2 передачи есть у меня догадки ну что вот ей пришла кобзда вот это бушная но в хорошем состоянии то есть выработки вообще нет на палец не ощущается вот колечко стоит и все в общем вот такая вот у меня беда случилось но это не беда это даже наоборот признак хорошей мощности вот и стоит сет балда вот так вот-то балда стоит вот так так и не помню ну короче что то это помню так она не так стать да и отстаивается вот так еще вот эта херня отсюда вот сейчас примерно конструкцию покажу все таки ребят вот гравица по какая-то получается короче вот это все надо извлечь вот сюда поменять вот эту часть и собрать обратно я думаю у нас все получится без проблем я уже потренировался лишних запчастей мне осталось хотя вру вот эта запчасть у меня осталось которая подпирает диски в одну сторону чтобы они у нас не болтались коробки ну теперь я учту этот момент я все сделаю самое сложное будет разобрать гидроблок и ничего не потерять потому что слишком много пружинок под кладушку и тому подобное и так что мы наблюдаем мы наблюдаем коробка без маслонасоса датчик есть а шторки под датчик нет маслонасос железочка есть хорошо втулка в идеальном состоянии бублик похожий но у него нет выбора работать ему еще придется и работать разбираем дальше сейчас я разберу все до момента когда потребуется снять поддон чтобы коробка стал легче и удобнее с ней был носить пока кардан открутить нечем поэтому пока останется здесь как только она разберется я ее положу на стол и мы начнем с ней работать жига а вот и фрикционы а на них остались буковки значит еще четвертая передача живая здесь 4 короткая грузовая стоит специально ну с крузака нашел вместо магнитика куда тряпка здесь лежала я не знаю что немного есть такая шубочка или как это правильно короче немного у нас тут стружки но это на всех автоматах так так чтобы не забыть длинный провод сюда короткие сюда и черный здесь вот это очень важный момент сетка на и чистейшая и так разбираем дальше снимаем фильтр и все остальное главное ничего не забыть а вот мой гидроблок он тросовый ну и возможно не самого свежего образца из моментов эти все наравне потому что у нас там подложены и пружины как бы здесь отсутствуют вот короче жестко все жестко вообще мы лезем вот сюда в обгонку вот туда вот этот барабан нам нужно заменить откручиваем болты снимаем с топора и вынимаем барабан вот я уже разобрал за пять минут набивает мощата пошла пошла моща вот уже интересности какие-то появляются сейчас я вытащу тормоз и бон он барабан обгонки скоро мы тебя достанем брат и все разобрать нужную посуда и а потом собрать и так я извлек все остатки остались там конечно все запрягать с обгоночкой придется но вариантов у меня особо нет фрикционы мы посмотрим чуть позже самое что ни на есть втулка имеет небольшие потертости вот не проблем самое главное ребят папа не олива так ну вот она движется именно так как завещали мастера автоматчики тяжело вот вот что происходит когда слишком много мощности убивает обгон очку все это труп и вот это тоже труп вот она ребята то что доктор прописал ставить другую обгонку срочно но сильную пока денежек нет вот поэтому у нас будет обычная абсолютно обычная обгонка без всяких понтов мы же обычные пацаны реальные хоба вот так должно все выглядеть вот так не должно выглядеть вот так должно выглядеть ну и что собираем в обряд нам порядке разбирал 10 минут собирать будут два часа наверное и все вот вся проблема почему моя тачка не валит точнее валит но уже не валит простите я не заснял момент как я вставлял вот эту все обойму туда внутрь вот эти новенькая 2 обгонка тут все застегнул все так как было потому что если тут вставить как-то херово все выпадет и это такая жесть начнется что это нужно все попасть все диски сейчас я все попал вращается значит ничего не закусил и все сейчас одеваю стопорное кольцо вот туда и начинаю потихоньку собирать остатки вот и все закрываю насос одеваю гидроблок и здравствуйте коробка готова сегодня я ее поставлю прикручу и проверю так что ребята подписывайтесь все своими руками исключительно все ремонт и не ремонт и все делаю сам это очень круто единственное что ставить придется с помощью потому что я хиляк я ее не подниму один да и 90 процентов парней и в одиночку не закинут без специальных инструментов вот следы мощности пацаны заливайте качественное масло и у вас коробка будет долго ходить хочу заснять свой рабочий стол после замены обгонки у меня осталось только неисправно деталь я ее заменил на исправную вот датчик скорости вообще по сути здесь не нужен датчик оборотов так как на основной части гребенки нет и понтов от нее естественно тоже нет он ничего не видит вообще и это нормально вот гидромозг осталось поставить прикрутить все скрутить и огонь и можно уже какие-то результаты делать еще магнитики почистить я еще думаю воткнуть как на девятки был датчик температуры в поддон варить но я думаю нет смысла ну чтобы чистый вентилятор включался независимо от всего я думаю и так все будет нормально то он включится заглушишь тачку он будет крутить до бесконечности кладу на стол ставим мозг собираем зачищаем герметизируем и устанавливаем звоню пацану все будем стать от 1 я не потяну просто я ее так могу под машину засунуть максимум на этом мои полномочия уже все и decisionем понятно и и это и и и и